Привет, меня зовут Ирина Аполлонова и я расскажу вам, чем занимались студенты Федерального университета на этой неделе. А событий было много, начнем с самых интересных. Ими гордится не только родной университет, но и весь Ставропольский край. Ректор из КФУ Алина Левицкая в неформальной обстановке встретилась со студентами, отличившимися в творчестве и спорте. Ребята действительно добились выдающихся результатов. Так Анастасия Копцева и Павел Бабич стали мисс и мистер студенчества России. Причем впервые в истории конкурса оба главных титула отправились в один регион. Порадовали и спортсмены. Сергей Мащенко и Станислав Кирьянов – новоиспеченные чемпионы мира по каратэ-сютакан. А баскетболистки вуза – победительницы международного фестиваля студенческого и молодежного спорта «Маскау Геймс». Эти соревнования – аналог Всемирной универсиады для студентов-любителей. В адрес участников встречи звучали самые теплые поздравления и слова на путстве. Очень хочется, чтобы вы понимали, что в университете вас любят, гордятся вами, благодарны вам за ваш труд, потому что быть хорошим спортсменом, быть звездой в какой-то сфере деятельности, творческой, предполагающей мобилизацию ваших личностных качеств – это труд. И очень важно, что вы умеете честно трудиться. На память о встрече баскетболистки подарили ректору мяч с автографами всей команды, поблагодарили родной университет за поддержку и поделились планами на будущее. Расслабляться им некогда, готовятся к новым стартам. Ставропольцы вместе со всей страной написали диктант, но не по русскому языку, а по экономике. Испытание проходило в рамках масштабной всероссийской акции, охватившей все регионы страны. На Ставрополье одной из площадок для тестирования стал Северокавказский федеральный университет. Проверить свои знания пришли более 200 жителей Краевого центра и города Михайловска. Среди них старшеклассники, студенты, преподаватели и представители госструктур краевого уровня. В том числе казначейство, управление Федеральной налоговой службы и контрольно-счетной палаты. Меня очень радует активность. Та активность, которую проявили самые различные группы возрастные, самые различные профессиональные группы от написания этого диктанта. Максимальное количество баллов, которое можно получить по тесту, равно 100. Счастливчиков, набравших более 80 баллов, пригласят на фестиваль экономической науки в Москве. Все остальные получат сертификат участника диктанта. Итоги тестирования станут известны через две недели. Как стать настоящим профоргом? Что нужно знать для защиты интересов студентов? Об этом рассказывали в Искайфу на обучающем семинаре «Перспектива». Он собрал более 100 первокурсников вуза, избранных профоргами академических групп. Два дня для них проходили лекции и мастер-классы. Ребятам рассказывали о профсоюзной деятельности в университете, правах и обязанностях членов профсоюза, а также мерах социальной поддержки студентов. В Ставрополь приехали ученые из шести стран мира. В Федеральном университете они обсуждали, как не потерять и приумножить наследие Великого Шелкового Пути. Как известно, он проходил по территории нынешнего Северного Кавказа. Но сейчас по этому пути ходят не караваны с товарами, а экскурсионные автобусы. Как привлечь больше туристов и сделать для них отдых максимально комфортным? Ответы искали на международной конференции. Как привлечь туристов на Северный Кавказ? Ответ на этот вопрос знают участники масштабной конференции в Искайфу. Они приехали сюда не только из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, но и нескольких стран мира. Италия, Португалия, Венгрия, Армения. География участников действительно впечатляет. А объединяет их интерес к Великому Шелковому Пути. В древние времена этот караванный торговый маршрут связывал Китай со Средиземноморьем. Сегодня он снова в центре внимания, причем не только ученых, но и туроператоров по всему миру. Это супер-мега-проект международного значения. Этот маршрут в настоящее время является самым протяженным туристским маршрутом в мире и охватывает многие страны Европы, Азии, Африки. Поэтому форум в настоящее время, вот этот форум, он на острие просто международной проблематики. На конференции прозвучало, к 2025-му поток туристов, приезжающих на Северный Кавказ, увеличится до 10 миллионов в год. И это не предел. Я только недавно начал знакомство с вашим регионом. Был в минеральных водах, и я вижу здесь огромное пространство для развития. Есть потенциал, есть миллионы, миллионы мест, куда можно поехать насладиться жизнью, природой, людьми, городами. Имея такие возможности, грех их не использовать. Я уверен, что туристское направление в России будет развиваться. Профессор Виталий Белозеров – один из тех, кто изучает сферу гостеприимства и туризма вдоль и поперек. Его команде достаются самые ответственные госзадания. Ученые направляют усилия чиновников в нужное русло, чтобы в скором будущем у гостей Северного Кавказа не было поводов для недовольства. Мы очень дорожим тем, что университет привлекает к разработке таких очень интересных проектов, как стратегия развития курортов Кисловодска до 2030 года. На секциях участники форума презентовали десятки интересных проектов, например, по развитию гастрономического, винного и экстремального туризма на Ставрополье. А затем направились на практические занятия, своими глазами увидеть архыз, чтобы понять, как научным подходом помочь продвижению горнолыжного отдыха в регионе. Как видите, скучать в университете некогда. Включайте телеканал «Россия» через неделю. Мы подготовим для вас свежую порцию новостей о высшем образовании Ставрополья. Удачи!